Первые в этом году соревнования по ледовым гонкам собрали 25 спортсменов-профессионалов и 7 юниоров. Большинство гонщиков из областного центра. Всего четверо приехали из Свободного и Заветинска. А вот зрителей оказалось не так много. На улице за участников болели только человек 50. Остальные за 30 градусов мороза предпочитали следить за гонкой из машины. Само Голодец, а тепло и все, вот и все спасения. И чай, чай горячий. Ну как, вообще нормально, тепло. В чем ответ? Ну как, штаны, олимпийка. Удивляться, не удивляться, надо все равно как бы это, ну греться, ходим в машину, очень холодно в этом году. Всего было 30 заездов. Таблицу построили таким образом, что каждый спортсмен соревновался со всеми участниками. Правда, кто и с кем, зрителям понять порой было трудно. После каждого старта над озером поднимались клубы снега. Даже гонщикам приходилось ехать по памяти. Перед гонками нам дают три тренировочных круга, да, вот. И в этом, ну, на этот этап еще была плюс квалификация. Это еще три круга. Вот. Поэтому за шесть кругов, в принципе, узнаешь трассу. В принципе, только по ощущениям уже, по прошлым знаниям, да, что здесь должен быть поворот. Только так, на ощупь ехать. Определить, что машина уже побывала на треке, можно было по ее внешнему виду. Практически все автомобили покалечены. Некоторым уже в середине соревнований понадобилась скорая автомобильная госпитализация. Пилотам этих машин приходилось пересаживаться за руль авто членов своей команды. Вот таким автомобиль гонщика Ивана Проскова вернулся с заезда. На его Хонде Цивик 15-летний Степан Назин попал в аварию во время заезда юниоров. Со мной все нормально, просто тихануло все. С машиной, ну, хлам, наверное. Как при обычной аварии, когда машина уезжает. От ремня шрам остался просто. По итогам 30 заездов, 4 гонщика набрали одинаковое количество баллов. Они и встретились в финальном заезде. В итоге, к финишу, первым, хоть и не на своем автомобиле, приехал Иван Просков, пилот команды 101. Второе место завоевал благовещенский спортсмен Михаил Садовничий. Третье место достал свободницу Сергею Денисову из команды «Питстоп». Этот коллектив, кстати, показал лучший результат в командном зачете. На втором и третьем команда из Благовещенска. Следующий этап чемпионата состоится 25 января. Он пройдет в городе свободный. Ирина Стругачева, Кирилл Захаров, Альфа Новости.